Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска. Двигатель 2.5 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Здесь дополнительно устанавливался датчик механический на давление масла, чтобы можно было масло контролировать по стрелке. Для этого точился переходничок, в него вкручивался уже этот датчик механический и штатный датчик. Но начал подтекать, и он непонятно подтекает, то ли сам переходник, то ли сам датчик именно по резьбе. Хочу снять его и посадить на резьбовой герметик. Посмотрел, очень там неудобно, конечно, через зеркало посмотрел, насколько я понял, там подтекает сверху. Открываем капот, добираемся до датчика. Датчик давления масла находится под выпускным коллектором. Сейчас попробую показать. А после этого сниму воздуховод, чтобы удобнее было добираться. Так, 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 так. Это наш коллектор. Вот он. Сейчас зеркало получше настроя. Вот он, вот этот датчик механический, который поставили. Дальше идет вот эта переходная втулка. Сверху в нее вкручен штатный датчик. Ну вот, чтобы ее открутить, нам надо сейчас будет скинуть разъем с датчика и открутить вот этих два провода. И уже берем, откручиваем, добираемся. И смотрим. Вернее, что там смотреть. Садим на герметик. А так, это и есть объяснение тому, как масло попало. Вот, когда я снимал коробку, менял сцепление, у меня там сначала побежал антифриз, а потом побежало масло. Вот соединение коробки с двигателем, с блоком. И вот на площадке блока налито масло. Это масло как раз бежит с датчика. И, следовательно, вентилятор на скорости задувает и какие-то капли попадают, просачиваются между вот этим пыльником коробки. И стекают вниз. Вот только так я могу объяснить. Потому что сальник живой. Ладно, это предыстория. Сейчас снимаю воздуховод и мне уже удобнее будет немножко подобраться. Скидываю разъем с расходомера. Здесь две защелки с двух сторон. С одной и с другой стороны. Здесь снимается легко. Все, оттягиваем. Она у нас выходит из корпуса. Вот, все из корпуса вышло. А здесь снизу. Откручиваю хомут и отвожу в сторону. ТОМОН. ТОМОН. Субтитры сделал DimaTorzok Отвел в сторону И немножко стало уже удобней Теперь подлажу вниз Опять же здесь либо через зеркало, либо на ощупь И снимаю разъем с датчика Сейчас камеру по-другому поставлю Вот так вот выглядит эта конструкция А вот так выглядит масло на блоке Ну да, одной рукой держать фотоаппарат А другой рукой снимать не получается Фиксатор нажать и поднять не могу Поэтому камеру убираю Ну здесь вот понятно, как оно выглядит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эта резьба должна быть коническая А она прямая Сейчас откручу датчик Откручу этот датчик И уже соберу на герметик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот датчик на герметике стоял. Рецепт смотрите под видео. Этот датчик тоже на герметике стоял и он-то и не бежал. Ладно, промываю, продуваю. Очистителем карбюратора сейчас помою. Беру резьбовой герметик. Беру резьбовой герметик. И вкручиваю. Беру резьбовую герметику. Беру резьбовую герметику. Все, пускай застывает. И так же второй датчик тоже закручу. Вот на датчике видно резьба коническая. Держу так, чтобы она... Не попала у меня в систему. А теперь закручиваю. Все, тоже пускай застывает. Ну и здесь остается тоже мажу. На виду устанавливаю. Пускай застывает. Все, наживил. Все, наживил. Теперь подвожу ключом. Здесь вот на этом переходнике сделали проточку. подключаю. Подключу на 27. И подтягиваю. Все, я подтянул. Не так разъехал. Не так разъехал. Все на ощупь. Ну и все. Ставлю воздуха. Далее. Далее даю ему застыть герметику. А дальше уже будем заводить, пробовать кататься. И смотреть, как оно будет вести себя. Датчики вот они, вспомогательные стоят. Вот надавление масла. Далее. 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 Добавил субтитры. Добавил субтитры. Всего вам доброго.